Сахалинские рыбаки начинают работать по новым правилам, которые были приняты на Октябрьском госсовете. Решено убрать лишние административные барьеры, многочисленные проверки, которые усложняли транспортировку рыбы, а главное увеличивали ее конечную стоимость. Фактически рыбаки продавали ее дороже, чтобы покрыть свои бюрократические издержки и перевозку с одной сертификации на другую. Теперь процесс должен стать проще. Что же произойдет с ценниками в магазинах, поинтересовался Даниил Горчаков. Цены договорные. Вот как мы с вами договоримся, если, допустим, я скажу, что он стоит 2000 рублей, образно говоря, вы согласны, вы купите его. А есть такие люди, которые не согласны с этим и просят, допустим, за 200 продать его, за 300. Такой диалог со съемочной группой продавца стихийного рынка вблизи оживленной трассы в Сахалинском поселке Взморье еще недавно казался бы совершенно невероятным. Уличная торговля крабами, креветками и другими дарами дальневосточных морей здесь шла едва ли не из-под полы. С нелегальной продажей боролись местные чиновники, инспекторы рыбнадзора и полицейские. И вдруг областные власти разрешили жителям официально зарабатывать уловом. Штрафы платить не будем. Я один в месяц три раза платила по 500 рублей, а продавала по 10 пенсий. Это я зарабатывала 20 рублей. 60 рублей заработала и 500 рублей платила. В Севзморье другой работы, кроме как ловить в море краба или навагу, почти не осталось. Женщины торгуют, а мужчины каждое утро отправляются на промысел. Возможность не опасаясь штрафов и изъятия лодки со снастями зарабатывать на жизнь добычи биоресурсов получили только те, кто официально зарегистрирован в прибрежном селе. Рыбак-любитель Павел Глушю, как и его односельчане, бесплатно обзавелся именным разрешением на вылов крабов и других обитателей прибрежных вод. Если море, естественно, охота что-то с моря взять. Того же краба, где-то рыбы, даже домой. А так, как раньше было, в принципе, к морю не подойдешь. Просто так прогуляться по берегу. Сейчас более-менее стали заниматься и разрешили нам добывать краб. Правда, в розданных местным жителям разрешениях указан запрет на добычу молодняка, а также самок с икрой. Рыбаки говорят, с ограничениями согласны. Ведь если вести промысел бесконтрольно, то через год-другой они вообще останутся без улова. Представители сахалинских властей свой смелый эксперимент по легализации улова, который еще недавно иначе как браконьерским не называли, объясняют желанием сделать рыбу и морепродукты более доступными жителям области и приезжим. До 50% стоимости краба, креветки от того, что левят наше население, а корюшки то же самое. Плата за страх. Не за то, что кто-то поймал, затратил усилия или реализовал, сейчас мерзнет, продает. А просто вот страх перед проверяющими, контролирующими, кто ходит и гоняет. На избыточный контроль жалуются и крупные рыбодобывающие предприятия. Сейчас, чтобы получить ветеринарное свидетельство, весь улов нужно сперва доставить на берег. А это лишние затраты на транспортировку и складирование. Из-за этого на Дальнем Востоке практически исчезли созданные еще в советские годы плавучие заводы-гиганты, где рыбу перерабатывали прямо в открытом море. А вместе с ними с российских прилавках пропали некоторые сорта, которые слишком плохо перенозят многочисленные перегрузки и перевозки, как того требует нынешнее законодательство. Плавбазы нету, плавзаводов нету. Все, осталось всего две единицы на Дальнем Востоке. А его очень нежная рыба, его довести до берег тяжело, она нежная рыба. Поэтому надо в море основное его перерабатывать. Но будем пытаться. Президент России Владимир Путин по итогам недавнего заседания президиума Госсовета по проблемам рыбной отрасли уже дал поручение к февралю следующего года изменить законодательство так, чтобы убрать излишние административные барьеры и сделать отечественные морепродукты более доступными для потребителя. В частности, ветеринары свои справки должны будут выдавать прямо на месте лова, а не ждать, когда партии рыбы доставят к ним в лабораторию. Данил Горчаков, Борис Андрианов, 5 канал, Сахалинская область.